две абсолютно разные команды которая решает разные задачи ну еще тут преимущество я скажу так сказалось во втором тайме всегда сказывается в скорости мастерстве плюс реализация стандарта сегодня мы обычно всегда хорошо выходили а сегодня много пропустили со стандартных так что в первом тайме такие ключевые моменты вот о чем вы говорите что такая более-менее игра еще какая-то была во втором честно говоря так провалились стали отсюда и такой результат вот те приключения с которыми команда добиралась до хабаровска да я думаю что не настолько они там повлияли у нас такая есть уже скажем болезнь что мы можем так во втором тайме провалиться из динамо мы дома также первый тайм провалились так что с этой тенденцией стараемся бороться как-то и ротации состава ну пока то что есть то есть на ваш взгляд о сегодняшний матч в плане предстоящей игры в иркутске даст какую-то полезную даже до любой матч дает полезную пищу что-то проанализировать посмотреть разобрать и нам тоже лишняя игра в крытом катке так что завтра мы тут пошли нам навстречу дает тренировку так что еще будет время подготовиться покататься какие-то моментики подшлифовать вот со стороны показалось может быть вы согласитесь либо не согласитесь что даже вот первом тайме вот родина может быть несколько так авантюрные действовала в том плане что не запиралась на своей половине поля а старалась атаковать и тем самым давала возможность хабаровску я с вами полностью соглашусь что мы играли скажем в такой открытый хоккей хотели и на встречных курсах что понятно что чревато но и хочется и ребят чтобы ребята играли в хоккей росли не просто там ставить автобус на и атаковать немножко не хватает нам такой дерзости наглости спортивной какой-то жесткости будем работать стараться во первых мы два месяца не были дома два месяца нас болельщик не видел нас конечно ребята хотели показать его и порадовать болельщиков мой 1 декабря в этом вообще не были 1 декабря играли на 2 крайне играть здесь дома вот с этой целью выходили но естественно через эту призму игр сегодня 3 там с трубником подойти уже именно в оптимальном варианте оптимальной составе в оптимальном игровом режиме подойти к более серьезным соперникам но также как бы можно сказать что родиной дома 73 не себе играла тоже она прибавляет скажем смотришь вот какие они были допустим на кубке какие сейчас они добавили так что спасибо болельщикам что пришли спасибо что какие-то мы ходы какие-то комбинации понравились я думаю болельщикам слава богу что доставили я думаю что 16 мечами доставили радость все-таки разницу то что наблюдалось на поле первом тайме во втором тайме как ну вот объяснить можно одним что все-таки игровой тонус потерян был и пока мы вошли в раскачивались откачивали во втором тайме же вышли немножко чуть-чуть поменяли рисунок и добавили ребята интересно было смотреть интересно было моментом чем болельщики дели сам две категории они восхищаются когда забивается много мячей это все здорово другие загружаются по поводу того что соперник нижним классом не было ни желания может быть как-то немножко по придержать своих подопечных на вы увидели до дамы мои старались как бы не то что жалеть жили с жалости нет такой спорте это неправильный вариант мы просто всех играли у нас сегодня во втором тайме и молодой выходил шкинёв много играл и яговцев и как бы большую большую долю времени получились для себя не так что мы мы свои цели преследуем соперник был свои цели как бы напугал первым тайме кирилл девятых хотелось бы надеяться что у него все в порядке во втором тайме тому вышло парень такой боевой я думаю что у него все порядка что во втором тайме вышел никаких проблем не было не испытывал так что нормально а